МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слава Богу! Слава Богу за чудное время, когда Бог может сегодня работать в нас, через нас. Аминь. Когда-то действительно, сейчас вспоминаю, я даже не помню, что я там сидел на первом служении. Было, да? Даже уже забыл эту деталь. Скорее всего, так и было. Потому что потом, когда я зашел через порог этой церкви, все, та жизнь закончилась полностью. Там было немножко, может быть, чуть-чуть, а потом она закончила. Слава Богу! В общем, я вас приветствую всех. Любовью нашего Господа Иисуса Христа. Любовью. И хочу сказать, что для меня вообще честь и привилегия стоять на этом месте. И делиться Словом Божьим, делиться, возвещать дела Божьи, которые Бог делает в нашей жизни. И для меня это честь и привилегия. Хочу начать с того, что мы приехали сюда на похороны моей мамы. В начале этой недели мы ее проводили. Как говорится, в последний путь. На этих похоронах было много очень родственников у нас, верующих уже и неверующих еще. И проводили маму. И эти похороны тоже еще послужили таким местом. Опять же, в дополнение для тех наших еще родственников, которые еще не покаялись, не уверовали. Еще одним свидетельством с того, что она все-таки была членом церкви этой, Галина Тимофеевна. Хотя в последнее время она, конечно, очень редко участвовала в каких-то деяниях церкви, служениях. В конце своей жизни она болела, в конце своей жизни она молилась, как-то усиленно читала Библию. И, в общем, мы все верим, что она с Господом. Что она с Господом. И вот так вот. Ну и хочу сказать, что вот поделиться вот этими чувствами, которые пришли в мою жизнь в связи с уходом в вечность, дорогого, близкого человека. Эти чувства, такие немножко смешанные чувства. С одной стороны, чувствуешь какую-то такую утрату, потерю. Близкий человек. Утрата, потеря. Непривычно, пусто. Как-то так. Вроде бы, знаете, вот жил человек. Вчера еще мы поговорили, а сегодня уже нет. То есть вот как-то вот так вот непривычно. С другой стороны, мы уже как верующие, мы понимаем, мы много раз об этом провозглашали и провозглашаем, что после этой жизни будет жизнь вечная, да, если мы покаялись. И то есть, и с другой стороны, какая-то такая радость, что все-таки мы еще встретимся. Потому что Писание говорит, что наше жительство на небесах. Наше место жительства на небесах. То есть получается, что мы будем встречаться еще после этой жизни там уже на небесах. Помните, мы поем песню, что будет встреча с Иоанном, Петром, да, будет встреча, то есть там. И поэтому это утешает, что мы встретимся, что мы будем еще общаться, что мы будем еще, возможно, служить вместе, в каком-то служении там, какое Бог позволит, доверит, да, не знаю. Вот, но, а с другой стороны, вот это вот такая скорбь, печаль, как бы, какая-то непривычная такая вот, как-то вот необычно просто, вот правда. Произошло так все внезапно, никто не планировал, ничто, ничто. То есть, ну человек, раз сегодня, вот раз, и вот буквально через пять минут его уже нет. Все, ушел. Осталось вот такой вот, как кто-то сказал, храмина. Храмина, да, вот это вот все, просто вот как-то вот так. Поэтому и чувствуется и утрата, и в то же время радость. Вот так вот я вот переживаю. И все эти вот последние события, ну в нашей семье, в нашей жизни, они навели меня на размышления вообще вот о вечности, о смысле жизни, о рождении, о смерти. Вот просто я хочу вот немножко вот поделиться из своего сердца вот несколькими мыслями. То есть, вот кто-то слышал фразу такую, когда-нибудь, может быть, в своей жизни? Кто-то сказал однажды, что человек, рожденный однажды, умирает дважды. А человек, рожденный дважды, умирает один раз. Кто-нибудь слышал такую фразу? Где-то вот я когда-то услышал, как проповедь, видимо, чья-то где-то была. Я запомнил вот это, мне так просто оно запечатлелось в моей жизни, в моем сердце. Что человек, который рождается один раз, то есть, это человек, который появляется на этот свет. То есть, человечек, да? Человек. Он родился. Из чрева матери, да? Он родился. И умирает дважды. То есть, мы как верующие, мы знаем, что физическая смерть – это один порок. И следующий порок, если человек не покаялся, Писание говорит, что там ждет другая смерть, вечная смерть. Да? Так же? Мы же уже понимаем. И поэтому человек, который рождается один раз, умирает два раза. А человек, который два раза рождается, и мы тут же вспоминаем слова Господа, который, помните, говорил Никодиму, «Должно вам родиться свыше, ибо кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Небесного, Царствие Божьего, да? То есть, тот, кто родится дважды, умирает один раз. То есть, переступая только лишь порог вот этой физической жизни, да? И все. И будет, как обещает Господь, жить вечно. Жить вечно. Вот такая вот пришла мне, вспомнил фраза вот эта вот, и я начал размышлять об этом. И начал думать о рождении, о рождении. Начал думать о смерти. Начал думать, а что между рождением и смертью? Что же? То есть, понимаете, вот начал об этом думать мысли. И вот несколько мыслей, как бы, так вот, что-то у меня есть. Я сейчас буду делиться с вами. Может быть, для кого-то это, кто-то уже тоже об этом размышлял или размышляет. Может быть, это будет кому-то в ободрение, в подкрепление. Пусть Бог благословит нас. Пусть Дух Божий говорит сегодня в наше сердце. Вот мы были на кладбище, да? На кладбище. И там много-много-много разных могилок, вот этих вот памятников, крестиков. Всякие разные там, железные, деревянные, каменные там, всякие разные. И на них на всех таблички висят. Заметили, да, там таблички? На табличке какие-то висят таблички. Всякие разные имена, фамилии. Вот. Имена, фамилии. Много-много-много. Я уже давно не был здесь. Приехали сейчас сюда, посмотрел, столько уже много там, разрослось уже целый город. Там даже их называют квартал первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Квартал. То есть там город такой целый. И вот наблюдая там за этими табличками, там можно обнаружить такие надписи, как четыре цифры впереди и четыре цифры в конце. Четыре цифры впереди и четыре цифры в конце. То есть дата рождения, появления человека на этой земле и дата смерти. Четыре цифры и все. И я вот так думал, смотрел, смотрел, думаю, да, вот человек вот тут живет, сегодня живет, родился он, и потом через некоторое время все, он ушел. Дата смерти, мы говорим. И все, вот так вот родился. И я вот начал размышлять о рождении, радостно, хорошо, да, когда мы говорим о рождении, и когда мы переживаем рождение, нам хорошо, весело, радостно, появляется новое что-то, да, новая жизнь, новый человек, там еще может быть что-то новое. Рождение, оно всегда так соответствует радости, мы веселимся, радуемся, потому что рождение, да, рождается, что-то рождается новое. Хорошо, радость как-то приносит. А смерть, она наоборот такая, уход, да, что-то умирает, кто-то умирает, что-то уходит безвозвратно, да, безвозвратно, уже все, все, уже не будет вот каких-то вспоминаний, ну, останутся, вернее, только вспоминания, а уже не будет вот уже каких-то вот реальных действий, все, человек был и ушел. Жизнь и смерть. Для вас это знакомо? Знакомо? Оно, естественно, рядом с нами, мы сами, да, живем сегодня. Сегодня живем, да, слава Богу. Никто не планирует никогда, у нас там один человек, Белова есть, знакомый мой, он работал, работал там, работал там, такси, допустим, работал, работал, ну, лет 45, наверное, было, 46, может быть, работал, начал строить себе дом, гараж построил такой большой, там, свозил материал, чтобы там отстроить, гараж больше, чем дом был у меня такой получился, но механик, ему надо было, чтобы гараж там материал. И потом однажды просто пришел на работу, так, раз, откинулся и все, просто. Ну, планировал так, знаете, жизнь такую, все, сейчас, как бы все, его нету уже на земле. Ну, знаете, вот так случается, да, одни живут, знаете, на этих могилках, я смотрел, одни, там, смотришь, ну, пожилые люди там жили, допустим, лет 70, там, 80, 60, там, ну, как бы уже такие пожили жизнь, да, какую-то так, какая-то была отмерена, она пожили в старости, может быть, по болезни, может быть, уже в связи просто, ну, как бы со старостью, просто, ушли, все, да. А некоторые, встречая, вот, ходил, смотрел, маленький вообще возраст, там, год, два, три, там, есть, потому что человек вообще не успел, да, как бы даже и вкусить-то, да, всего, просто раз, вот, раз появился и ушел, появился и ушел. И вот так вот все это наводит на мысли, думаешь, об этом размышляешь, и вот смотрю, прочитал одно место, одно в Библии, Иова, 14 глава, 1-2 стих, там написано, человек, рожденный женою, краткодневен и присыщен печалями, как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень и не останавливается. Вот одно такое вот место. краткодневен, кратко, да, ну, как бы, краткие дни, то есть, человечек, раз, появился, прошло какое-то время, пожил, раз, все, и ушел. Много же, да, в Библии говорится о рождении, о смерти, да, в Библии очень много говорится об этом. Вот, например, о Якова тоже, послание Якова, 4 глава, 14 стих, написано, что, он говорит, вы, которые не знаете, что случится завтра, ну, там он обращается к определенной категории лиц, он говорит, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Просто вот как-то так вот раз и все, пар, раз. Там кто-то сравнивает еще там с травой, трава сегодня зеленеет, она завтра, она уже там через 3 месяца, она уже умирает. То есть вот рождение, быстро так все проходит, все очень быстро, моментально, жизнь и смерть, и все, и больше ничего. Я начал так вот задумываться, думаю, вопросы такие у меня возникли, ну, почему так мало? Знаете, между такими четырьмя цифрами впереди и четырьмя цифрами взади, да, там в середине маленькая черточка. Вот на этих могилках, на этих памятниках маленькая черточка такая, точечка такая маленькая. Кто-то точку поставил вообще там, кто-то черточка такая маленькая-маленькая. все, вот наша жизнь такая маленькая, коротенькая я так размышлял, думаю интересно, человек пришел, ушел такую маленькую, коротенькую жизнь, для чего? зачем вот, как бы нам столько мало жить? жили бы побольше бы, так, знаете такая маленькая, коротенькая жизнь, для чего? какая цель? не знаю, наводит это на мысль, для чего так мало-то? можно было побольше же еще, ну еще побольше ну подлиннее чуть-чуть, почему так мало? почему так коротко? а если в сравнении с вечностью, да, кто-то вот взял такой тоже один из проповедников, взял клубок ниток большой, да, взял ниточку, конец, завязал один узелочек потом ходил, ходил ходил, 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 везде вокруг церкви ходил везде, раз, эту нитку растягивал пришел сюда, и у него еще клубок остался, а на конце один узелочек, еще один узелочек говорит, это наша жизнь, а это все вечность да, такая маленькая вообще жизнь то есть, так воображение начинаешь, понимаешь, что так коротко, так мало, а цель это для чего? зачем? зачем мы здесь? ну мы, конечно, мы уже понимаем, мы верующие люди, мы уже как бы, в принципе, мы знаем, да, уже напрашивается вопрос, ну конечно, мы здесь для того, чтобы покаяться, да, для того, чтобы примириться с Богом, да, там, мы уже как бы знаем но все равно люди задаются вопросом для чего я здесь? какова моя цель здесь, этого прихода на земле? почему так мало? что я успею сделать за это время? что мне предстоит сделать за это время? какова цель моего появления? мы уже как верующие, мы понимаем, что это Бог нам дал эту жизнь, да? мы уже понимаем есть еще люди, которые не понимают этого все равно они так же живут и верующие, которые мы понимаем все равно так же живем маленькую, короткую жизнь, да? быстро проходит еще когда-то, Андрей Александрович сказал сейчас, да, еще вот когда-то стоял там где-то вот там сидел за порогом там прошло уже сколько там? там, не знаю, 15 лет уже больше прошло время и кажется, я еще так вот еще сам а уже время прошло такое, знаете еще внутри так такая, какая-то, знаете пыл какой-то есть а время уже прошло быстро так все заканчивается и, наверное, вот пожилые люди да, они понимают это они понимают, что время заканчивается быстро, проходит для чего? цель какова цель нашего появления здесь? для чего Бог дал нам, да? и вот хочу тоже прочитать еще один отрывок из Библии деяния 17 глава с 23 по 31 стих это тоже известный такой отрывок как бы ничего нового в принципе я сегодня не прочитаю те же самые места из Библии которые мы употребляем в благовестии где-то где-то в проповедях где-то в душу попечительстве мы употребляем эти места чтобы ободрить человека чтобы показать потому что мы для нас для нас верующих Слово Божие это истина, да? в первой инстанции то есть это истина то есть это наш наш фундамент наш надежный такой опора то есть это наше и вот Слово Божие что вам говорит? вот проповедь там это в этом отрывке апостол Павел он проповедует в городе Афины людям, которые там присутствуют и там по описанию видно, что этот город наполняли много разных идолов всяких разных то есть люди были язычники или как назвать то есть они поклонялись всяким разным идолам да? и вот здесь написано что ибо проходя он говорит и осматривая ваши святыни я нашел жертвенник на котором написано неведомому Богу неведомому Богу сего-то которого вы не зная чтите я проповедую вам Бог сотворивший мир и все что в нем он будучи Господом неба и земли не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих как бы имеющий в чем-либо нужду сам дая всему жизнь и дыхание и все от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли назначив предопределенные времена и пределы их обитанию дабы они искали Бога не ощутят ли его и не найдут ли хотя он и недалеко от каждого из нас ибо мы им живем и движемся и существуем как и некоторые из ваших стихотворцев говорили мы его и род итак мы будучи родом Божьим не должны думать что Божество подобно золоту или серебру или камню получившему образ от искусства и вымысла человеческого итак оставляя времена неведения Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться ибо Он назначил день в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа подав удостоверение всем воскресив его из мертвых аминь да вот то есть вот он как бы здесь вот этот отрывок из этой проповеди а Павла мы знаем да он был очень человек мудрый да умный да был человек миссионер да который проповедовал Евангелие который открыл множество разных церквей да на тот момент то есть он был помазанный служитель Божий да и он здесь проповедует и как бы заключает все в одно что вот Бог который является Господом неба и земли он сотворил человека да он сотворил человека от одной крови то есть мы здесь как бы откровение получаем да себя что вот мы все произошли от одной крови да Бог нас сотворил мы это получаем потому что вот я вспомнил сегодня на утреннем служении тоже вспомнил такую историю про себя про свою жизнь как мне до того как я я покаялся в 30-летнем возрасте уже что-то уже так попробовал в жизни грех испробовал в полной мере вот а но интересно что до 30-ти лет как бы я жил жизнью такой обычной вот когда мне было лет 13 или 15 не помню точно я жил в таком городе где вообще не слышал было ни церкви ни верующих я никому не видел ни в родни у меня никому не верующих не было то есть жил как бы там своей жизнью но вот где-то примерно в этом возрасте в 12-15 лет не помню точно вдруг у меня знаете такое вот внутри видя своих родственников которые уходили приходили а потом уходили вечность или там умирали наталкивало на мысль вот это размышление внутри я думал а что же будет после этой жизни а что же будет после этой жизни знаете никто мне же не говорил об этом слово божье не проповедовалось там ни в школах нигде а кто-то внутри то есть бог устроил бог сотворил человека да по образу и подобию своему и он так сотворил что душа она нуждается в этих ответах на эти вопросы и эти вот такие вопросы они так вот во мне там жили-жили я думаю как же так будет как же где-то должен же быть ответ я искал не было библии тогда то есть я даже и не слышал наверное такого слова тогда в тот момент просто вот ну просто размышлял 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 и знаете где-то внутри как я тогда считал что пройдя вот этот путь исследований своих мозговых я пришел к выводу что я не умру это было тогда то есть я не читал ничего я не умру но дальше а как а как же тогда будет я думал думал всяко-разно какие-то мысли раз вот так пошли а может вот так вот так вот так и в итоге в общем я пришел к тому что что я думал что я точно не умру но я появлюсь я как бы умру временно а потом как бы я рожусь в ком-то но в другом совершенно человеке но только это уже буду не я и я помнить то что я когда-то жил не буду такая вот у меня в голове была ну вот понимаете да мысли но вот я не знаю у меня было так я вот так размышлял рассуждал и тогда мне казалось что это логически я понимал что я ну как бы смерть такая какая-то вот смерть вот это уход полный была противоестественная для моего мышления думаю как так не может такого быть что я уйду вот такой знаете жизнь настолько она там кипела бурлила во мне ну как так нет как-то должно быть по-другому то есть я вот начал думать 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 и пришел к тому что вот я не умру точно я был уверен то есть тогда еще до покаяния еще был путь но я уже тогда с такой уверенностью я не умру буду жить вечно только в другом человеке и помнить и не буду что это был я когда-то жил то есть как это вот такая вот у меня была основание Не читая книг, просто вот я так придумал. И лишь потом, спустя некоторое время, когда я пришел к Богу, когда Бог даровал мне покаяние, тогда я просто все встал на свои места. Я действительно не умру, как обещает Бог. Аминь. Я покаявшийся и верующий в Иисуса Христа, доверяющий Ему свежести, не умру, но буду жить вечно. Аминь. То есть точно, то есть это 100%. И, видимо, Бог уже это вложил при сотворении в человека. Душа, она чувствует, что она будет жить. Душа, она чувствует, что она не умрет. Да? Она не умрет. То есть, и мы сейчас говорим о рождении, о смерти, что будет после этого. Но какова жизнь вот здесь на земле? А для чего здесь, если она так коротко? Для чего? И мы здесь вот из этого отрывка мы увидели, что Бог сотворил человека. Человек появился от Бога. Бог сотворил человека. Это Он дал Ему жизнь. Это Он дал Ему движение вперед и все прочее. В бытие что написано? Первый главе с 26 по 28 стих. И сказал Бог, то есть мы, если Бог сотворил, тогда мы должны посмотреть, как Он сделал это. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину. Сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, над всяким животом, присмыкающимся по земле. И 31 стих. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Вот хорошо весьма, да? Ну, то есть, хорошо. То есть, Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Мы сейчас пытаемся отвечать на те вопросы, которые нас наверняка волнуют. Для чего нам нужна здесь такая короткая жизнь? Почему она такая короткая? Что нужно сделать успеть? Из проповеди Павла, да, мы, сегодня Дух Святой нам напоминает о том, что мы созданы были Богом, и там как раз прослеживается, для чего? Он говорит, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его. То есть, Бога можно ощущать. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его. Хотя Он недалеко от каждого из нас. То есть, Он вообще-то рядом. Это мы потерянные. Это мы Его не искали. А Его, оказывается, можно найти и ощущать. Им можно быть рядом, вместе. Он недалеко от каждого из нас. Вот для чего Бог сотворил человека. Вот для чего Бог хочет, чтобы человек жил. Да, дабы они искали Бога. То есть, мы находим вот в проповеди Павла ответ. Дабы они искали Бога. Для чего? Бог предопределил времена, предопределил сроки нашего обитания, пределы там написано. То есть, мы родились вот здесь, там, в Новокузнецке. Кто-то в Белово родился, да, кто-то там еще где-то родился, да. То есть, мы как бы не планировали это, родились, да, вот здесь предопределили, да, времена, сроки. О сроках тоже непонятно, да. Ну, вот родились тогда, когда уйдем, как бы сроки какие-то. У каждого свои сроки, да. Черточка или меньше, или точечка, или чуть больше там. Ну, как бы вот такая вот маленькая такая жизнь. Раз и все. Времена, сроки предопределив. То есть, мы это не спланировали. Мы не сможем это спланировать. Вот. И вот для чего жизнь? И здесь мы видим, что Бог сотворил человека по образу Божию. То есть, оказывается, мы имеем образ Божий в себе. Аминь. Повернись друг к другу и скажи, ты имеешь образ Божий. Ты имеешь образ Божий в себе. Ты красивый, ты похож на Бога. Получается, да, имеем образ Божий. То есть, Бог, наверняка Бог красивый, да. Ну, может быть, в нашем непонимании мы как бы ограничиваемся какими-то понятиями. Но красота Божья, она, наверное, действительно красота такая неописуемая, да. Как кто-то сказал, неописуемый, да, Бог. Вот. То есть, и вот по образу и подобию Божию. Но все-таки, наверняка, не о физической красоте какой-то речь идет, а все-таки, наверное, идет речь о какой-то вот такой красоте, Божьей красоте. А Божья красота, она также, наверное, выливается в то, что человек свободен выбирать. Да? Он как бы свободен. У меня есть свобода выбора. Человек свободен выбрать. Плодитесь и размножайтесь. Наполняйтесь землей. Ну, то есть, он свободен выбрать. Он мог свободно выбрать то место, которое Бог ему сделал. Рай, Эдем, сад, реки, деревья, золото, плоды. То есть, он мог бы это выбрать все. Но он почему-то избрал другое. Почему-то он избрал другое. Все вроде бы было. И вот эта свобода выбора, да, она как бы и отличает нас. И Бог взял и не воспрепятствовал. Да? Он сказал, что ждет тебя за этой свободой выбора. Он, помните, сказал же, да, что не ешь, тебя ждет то-то, то-то, смертью умрешь. Да? Помните там? Ну, почему-то вот человеку надо было вот пойти вот тем путем. Вот он избрал свободу выбора своего. Я человек, похожий на Бога. Я имею право выбирать. Я решаю, как мне выбрать. Я же, во мне же образ Бога. Я решаю, искать мне Бога или не искать Бога. Это я решаю. Я человек, созданный по образу и подобию Божьему. Я вправе выбрать поклоняться Богу живому или нарисовать себе Бога. Я вправе выбрать. Я человек, созданный по образу и подобию Божьему. Он так думал. Ну, так получается. Потому что, ну, почему он не пошел по тому пути, который Бог ему предложил? Почему вот он клюнул на эту уловку, на эту какую-то там ложь? Почему он послушал не Божий голос в тот момент? Почему ему захотелось пойти вот, пройти вот это вот, сам своим опытом достигнуть, что без Бога плохо? Почему? Хотя образ и подобие Божие. Вроде бы все было нормально. Эти отношения, они были хорошими, такими добрыми там, до. Что-то надо было еще чего-то. Что? Вот это вот такая человеческая натура, свобода выбора. Да? Хочу попробовать. Как же там? Человек выбирает даже то, что не нравится Богу. Он все равно выбирает это. Он знает, что ему это не нравится. А он выбирает. Почему? Потому что у него есть свобода выбора. Да? И вот я все как бы пытаюсь... наводить на мысль о том, для чего же нам здесь нужна жизнь. Вот эта маленькая, короткая. То есть, есть рождение, есть смерть. То есть, есть приход сюда, появление, да, наше. И есть уход отсюда. А вот эта маленькая жизнь, для чего нам дана? То есть, для чего нас Бог здесь поместил? Какая цель? Так коротко, так мало, быстро пройдет. Просто не замечешь, как она пройдет у тебя. Моментально. Пролетит просто. И что ты выберешь за эту жизнь? Человек будет выбирать сам. Хочу, поклоняюсь Богу. Хочу, не поклоняюсь Ему. Он выбирает. Как он проведет эту жизнь здесь? Как человек, сделанный, сотворенный по образу и подобию Божьему, проведет эту маленькую, коротенькую жизнь. Надо подумать. Надо подумать. Надо сделать что-то. Надо что-то избрать, выбрать. Мы сами решим, будем ли мы подражать мужам Божьим, мужам веры, которые жили по Слову Божьему. Или будем подражать тем, которые отвергали Бога. Мы сами выберем. Ну, были же разные примеры нам в Библии, да? Одни шли за Богом, подражали Ему, а другие не пошли путем. Даже уже после грехопадения. Уже знали этот пример, что ни к чему хорошему не приведет, но все равно избираем. Как мы выберем прожить эту жизнь? Сегодня Бог, наверное, тоже задает нам этот вопрос. Как ты выберешь прожить эту жизнь? Она короткая. Выберешь ли ты сегодня откликнуться на Его призыв служить Ему где-то в каком-то служении? Или ты скажешь, да нет, потом, позже. Тоже выбор. Выберешь ли ты это? Выберешь ли ты откликнуться на тихое веяние Духа Святого, Который тебе шепчет, что-то сделать? Или скажешь, нет, потом подождем, попозже чуть-чуть. А может, так и не успеешь это все сделать. Что ты выберешь? Как выберешь ты прожить эту маленькую, коротенькую жизнь? Все зависит от нас. Аминь? Бог, Он нам дал, Он сказал, вот все, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Все зависит от нас. По-другому никак. Мы должны выбрать. Мы созданы по подобию и образу Божьему. И мы должны выбрать, как нам жить. По-другому не будет. Как мы выберем, так она и пойдет жить. Мы знаем, что этот путь ведет к этому, этот путь к этому. Но выбрать нам. Может быть, это слово касается для неверующих, которые говорят, я не хочу сегодня покаяться, я успею еще покаяться, потом может быть, а может не хочу и вообще каяться. А может быть, это слово сегодня звучит для верующих, которым нужно выбрать служить Богу, взяться за какое-то служение или нет. Хотя Бог стучится. Бог стучится. Бог стучится к неверующим людям. Бог стучится к церквям. Мы знаем, да? Бог стучится везде. Бог хочет этих отношений, для которых Он создал человека. для которых Он созидает церковь. Он хочет этих отношений. Ему хочется иметь эти отношения. Он ждет и ожидает. И мы знаем, что Он сам идет на примирение, отдав своего сына, чтобы мы примирились через крест, через Голгофу с Сыном Божьим и имели жизнь вечную. Аминь. То есть Бог желает, Бог хочет. Но как мы выберем? Как мы выберем? Что мы сделаем? Какой выбор мы сделаем? Сделаем ли выбор в пользу закопать наши таланты или сделаем выбор, чтобы реализовать наши таланты, которые Бог нам же дал? Это наш выбор. Эти сравнения можно продолжать. Масса. То есть выбор за нами. Мы сделаны по образу, подобию Божьему. Выбор за нами. Как нам жить сегодня здесь, на этой земле? Вот эту маленькую, коротенькую жизнь. Она очень маленькая, пройдет очень быстро. Еще хочу прочитать одно место. Это Раззаконие, 30 глава, 19-20 стих. Раззаконие, 30, 19-20 стих. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз Его и прилиплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь склятываю обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Якову, дать им». То есть, здесь Бог вывел израильский народ из рабства, из египетского рабства. Выбрал и сказал, вот, он говорит, «Жизнь и смерть предложил я тебе». Он не просто сказал «Только жизнь». Видите, у нас есть свобода выбора. Он говорит, «Жизнь и смерть, то и то». Но так как он настолько любит человека, настолько он желает с ним отношения, он говорит, «Избери жизнь». Да? Если бы просто сказать «Избери» и остановиться на этом, но он так не сказал. Он не хочет смерти. Он хочет, чтобы ты на земле жил его жизнью, чтобы ты впустил его в свое сердце, чтобы ты жил его жизнью, чтобы ты имел с ним отношения. Он хочет быть центром твоей жизни. Аминь? Он хочет быть центром твоей жизни. Он говорит, «Избери жизнь». «Избери». То есть, ты можешь, конечно, выбрать и не жизнь. Он говорит, «Ну ты избери жизнь. Прошу тебя. Ты мое дитя. Избери жизнь. Я хочу иметь с тобой отношения. Я хочу с тобой общаться. Я хочу с тобой дружить». Избери вот эту короткую жизнь, которую станет… Избери Бога центром в своей жизни. Избери Его Слово первым в своей жизни. Избери исполнение Его воли номер один в своей жизни. Избери Его жизнь. Проживи, как Он хочет свою жизнь. Избери. Он хочет это. Он хочет иметь это. Он хочет иметь эти отношения. Он хочет помогать тебе. Он хочет благословлять тебя. Избери жизнь. Бог дал свободу выбора. Бог дал свободу выбора. Мы созданы по подобию образу Божьему. Но как мы проживем эту маленькую коротенькую жизнь? Выбирать нам. Здесь Бог предлагает «Избери жизнь». Редактор субтитров